Хорошо, начинаем. Итак, тема моя это как повысить прибыль бизнеса с помощью диджитал инструментов. То есть мы сегодня вообще, тема Кейсариума, вы заметили о том, что предприниматели используют различные инструменты, что влияет на прибыль. Здесь главный первый вывод, который необходимо сделать, вы могли также из Кейсариума это заметить, о том, что предприниматели повышали прибыль различными способами. То есть повысить прибыль – это корневой вопрос. И его достигнуть этой цели, повышение прибыли, можно различными способами. Чаще всего предприниматели обращают внимание на то, что повысить прибыль можно с помощью привлечения клиентов. Но мы же говорим и показываем вам примеры о том, что необходимо рассматривать все варианты, не только привлечение новых клиентов. Хотя привлечение клиентов, я вам сразу заранее скажу, является самым сложным способом увеличения прибыли. Поэтому, если вы поставили перед собой задачу, а бизнесы ее всегда ставят, повышение прибыли, работайте над этой задачей со всех сторон. То есть и своей текущей клиентской базой работайте, и с точки зрения привлечения клиентов, и также с точки зрения сокращений издержек. То есть формула прибыли следующая, такая утрированная формула. Прибыль – это доход минус расход. Клиенты являются источником дохода. То есть если мы хотим повысить доход, это означает, что наша работа должна быть какая-то построена с точки зрения того, что мы как-то должны сработать по-новому с клиентом. Если же мы хотим снизить расход, и за счет снижения расхода мы также увеличиваем прибыль, это означает, что мы должны пересмотреть свои внутренние процессы. То есть мы должны собраться с своими менеджерами, с своими управляющими и что-то изменить в своем бизнесе. То есть доход – это влияние на клиента, расход – это влияние на бизнес-процессы. И получается тема моего выступления, она следующая. То есть я расскажу, каким образом можно увеличить доход. Это будет пошаговая инструкция. Второе – каким образом можно снизить расход. Но здесь важный момент – то, что это нужно сделать без вреда доходу. И какие здесь будут рассмотрены способы. Способы здесь перечислены от самых простых, то, что легче всего сделать, до самых сложных. То, что сделать более затруднительно или имеющие способы риски. Первый способ – это снижение расходов, то есть оптимизация. То есть каким образом можно оптимизировать текущий наш маркетинговый бюджет, либо бюджет работы с клиентами. Второй способ – это увеличение доходов от текущих клиентов. И действительно в текущей клиентской базе огромный потенциал. Вот используя даже первый и второй способ, мы видели множество примеров предпринимателей, которые повышали прибыль просто на миллионы рублей. То есть на миллионы рублей просто используя первый и второй способ. Даже не привлекая ни одного нового клиента, бизнес начинает зарабатывать на плюс 20, плюс 30, и бывает даже плюс 50, и большее значение процентов увеличивается прибыль. И третий способ – это привлечение новых клиентов. И почему я говорю, что этот способ, он самый сложный. По той причине, что привлечение клиентов, они за собой несут определенные инвестиции. То есть необходимо вкладывать в рекламу, необходимо вкладывать в продвижение компании. А если мы инвестируем что-либо, это правило, можно сказать, инвестиции, то это означает, что это за собой несет риски. Например, мы распечатали баннер, потратили на это 100 тысяч рублей, и непонятно, вот выстрелит эта идея или нет. А может быть, по нему придут там всего два клиента на 50 тысяч, и все, означает, что мы деньги потеряли. Поэтому я всегда говорю, что привлечение клиентов, оно должно заниматься в некую, так сказать, последнюю очередь с точки зрения прибыли. Поэтому необходим первый и второй способ, и потом уже третьим завершать это все привлечением клиентов. Хорошо, начнем по порядку. Начинаем с первого способа – оптимизация наших маркетинговых расходов в бизнесе. И первое – это отказаться от скидочных карт, если они у вас еще есть. На этом долго не будем останавливаться, потому что я уже все меньше и меньше встречаю предпринимателей, которые используют такую программу лояльности в виде скидочной карты. Почему от нее нужно отказываться? Потому что скидка 5-10% отнимает деньги у бизнеса, то есть это означает, что прибыль бизнеса снижается на 5-10%. Второй, самый главный момент о том, что скидочные карты не интересны абсолютно клиентам. То есть 5-10% скидкой сегодня людей не удивишь. И поэтому, как они это показывают вам, люди, о том, что им неинтересна эта скидка. Люди часто карту забывают, люди не заполняют анкеты на получение карты, теряют эти карты и так далее. Это все говорит о том, что клиентам, в принципе, и не нужна эта скидка. Они готовы были и без нее к вам возвращаться. Но почему-то бизнес ее раздает в качестве того, чтобы удержать клиента. Но этот способ абсолютно неэффективен. Пропускаем его абсолютно. То есть от этого нужно отказываться, если еще у вас такое существует. Необходимо переходить на бонусную систему. И в Кесариум вам все говорили о том, что бонусная система, она является более универсальной. Потому что бонусная система, она более интересна клиентам по той причине, что клиент сам решает, какую скидку он хочет получить у бизнеса. Например, часто клиенты копят бонусы. То есть клиентам неинтересна скидка 5-10%. Клиенты копят бонусы до тех пор, пока у них за покупку их следующую не составит скидка 30%, 50%, 70% и даже бывает до 100%. То есть людям интересно получить скидку большую. Они готовы копить бонусы ради получения большой скидки. Вместо того, чтобы каждый раз с каждого человека получать 5-10%, что является, ну, не зажигает людей. Второй момент здесь важный. И это можно было узнать только опытным путем. Мы 7 лет как бы работаем с программами лояльности. И мы увидели то, что когда бизнес переходит с 10% скидкой, скидочной карты, переходит на бонусную систему с таким же процентом, 10%, то расходы на скидки снижаются в 3 раза. А отток клиентов при этом не увеличивается. То есть наоборот, и удержание клиентов становится лучше. То есть в 3 раза начинает бизнес меньше тратить денег на скидки. Почему такое происходит? Первый момент. Люди, как я уже говорил, любят копить бонусы. А это означает, что человек пока копит бонусы, эти деньги, которые бизнес мог бы потратить на скидку, они остаются в кассе. То есть бизнес оставляет у себя деньги в кассе. Второй момент. Есть клиенты, которые никогда не тратят эти бонусы. Вообще. И они не будут их тратить. То есть клиент, например, накопил бонусы и переехал в другой город. Все. Бонусы у него так и навсегда и останутся на руках. И клиент никогда их не сможет потратить в этом бизнесе. А для бизнеса хорошо то, что бизнес оставил у себя деньги в кассе и не потратил деньги на скидку этому клиенту, клиенту, который никогда не вернется. Ну и там есть еще несколько моментов, почему бонусные системы, они являются выгоднее, чем скидочные. К тому же бонусные системы, если вы хотите хорошую программу лояльности, вы должны бонусы давать не только за покупки. Вы должны бонусы. Об этом говорят и исследования, об этом говорит и наш опыт. О том, что клиентам значительно интереснее бонусные системы, программы лояльности. Те, которые дарят бонусы не только за покупки, а за различные действия. Например, клиент может сделать рекомендацию и получить за это бонус. Клиент может оставить отзыв и получить за это бонус. Клиент может подписаться к вам в Инстаграм, если вы сможете это отследить, и тоже за это получить бонус. Получить бонус на день рождения, получить бонус за 8 марта и на различные праздники. Или может получить бонус за определенный средний чек, если он его сделает. Сделал чек определенный и за это получил дополнительные бонусы. То есть бонусная система должна быть гибкой. Или давать нужно бонусы клиенту за те действия, которые вам нужны как для бизнеса. Если вы хотите, чтобы клиент оставлял вам отзывы в TripAdvisor в Яндексе и в Гугле, давайте ему бонусы за эти действия. То есть оставил он отзыв вам в TripAdvisor и отправил вам фотографии, вы за это можете ему дать бонусы. Какой же инструмент использовать для бонусной системы? Лучше всего использовать мобильное приложение. Почему? Потому что в мобильном приложении можно показать вашу бонусную систему максимально ярко, понятно и интересно. То есть клиент видит свои бонусы, видит свою бонусную карту, видит, сколько он бонусов накопил, видит, когда эти бонусы, например, сгорят, видит, что он может сделать для того, чтобы получить больше бонусов, какой у него сейчас статус в компании и как ему перейти на VIP-статус и так далее. То есть мобильное приложение подает эту информацию понятным образом для клиента. А это очень важно. Если вы хотите, чтобы клиента бонусы зажигали и действительно возвращали вас в бизнес, в ваш бизнес, то клиент должен как минимум их видеть. И видеть он лучше всех может их в мобильном телефоне, потому что мобильный телефон всегда с собой. Я знаю то, что есть альтернативные пути, например, Apple Wallet, Google Pay, когда карту можно себе в Wallet. В основном у Apple это более распространенная тема, когда карту можно добавить себе в Apple. Но здесь я вам скажу о том, что для бизнеса этого недостаточно. Мобильное приложение должно стать основным функционалом, потому что Apple Wallet имеет ограничения свои с точки зрения самой архитектуры Apple. То есть в Apple Wallet не покажешь те картинки, те образы, которые ты сделаешь в мобильном приложении. То есть в мобильном приложении можно сделать и кросс-маркетинг, и там пуш-уведомления особенным образом отображаются и так далее. То есть мобильное приложение на перспективу, функционал неограниченный. А если мы берем какой-нибудь Apple Wallet, то у него ограниченный функционал, там нельзя сделать все, что ты хочешь, потому что есть ограничения системы Apple. Поэтому Apple Wallet можете использовать, но как дополнение к вашему мобильному приложению. И идем дальше. Третий момент – сократить отправку смс. Я думаю, на Кейсариуме вам максимально подробно рассказали. Смс-ки – это очень дорого, а с клиентом нужно общаться минимум два раза в неделю. То есть два раза в неделю ему надо отправить что-то на телефон. И к тому же смс-ка мало текста, нельзя добавить картинку, да и всем надоели эти смс-ки. То есть смс-ка – уже какое-то личное пространство клиента. Смс-ка в основном МЧС сообщает людям о том, что есть какая-то нехорошая погода будет в ближайшее время. Что являются альтернативой? Альтернативой является отправка пуш-уведомлений. То есть пуш-уведомления имеют много текста, можно добавить много текста, можно картинку добавить, можно несколько картинок, можно даже прикрепить товар. То есть пуш-уведомления, можно сказать, у нас новая коллекция, прикрепить товар, клиент переходит, видит картинки, сразу выбирает себе товар и оплачивает Apple Pay и Google Pay. Опять-таки оплачивает Apple Pay и Google Pay – это можно сделать только в мобильном приложении. В Apple Wallet такого не сделаешь. То есть в мобильном приложении можно сделать и свой интернет-магазин. И пуш-уведомления – самые прелести, они абсолютно бесплатные, в отличие от смс-ки. Следующий момент – отказаться от той рекламы, где вы не можете в цифрах увидеть эффект. Здесь рекомендации две – либо научиться измерять эту рекламу, либо от нее отказаться. Если вы не понимаете, сколько по этой рекламе приходит людей, вероятнее всего она не работает. Поэтому то, что вы не можете видеть, тем вы и не можете управлять. То есть здесь такое правило. Поэтому я рекомендую от такого вида рекламы отказываться и инвестировать только в ту рекламу, где виден результат. Что еще дает мобильное приложение? В принципе, большинство назвал о том, что мобильное приложение – оно более привлекательно для клиентов. И в мобильное приложение сегодня люди охотно скачивают, просто клиенту можно сказать – скачайте наше приложение и получите приветственные 100 бонусов. И все, и клиент спокойно его скачивает. Знаете, уже 7 лет работаем с приложениями, говорите эту фразу, и все нормально будет со скачиванием. Вообще клиенты отлично скачивают. Просто надо необходимо сделать оффер на входе. Типа скачай приложение и получи 100 рублей скидку. Все. И отлично все скачивается. Понятно, в мобильном приложении неограниченный функционал. Можно сделать и интернет-магазин в приложении, можно гибкую бонусную систему и так далее, и так далее. Об этом мы еще с вами поговорим. Переходим ко второму способу. Это увеличение дохода от текущих клиентов. Огромный потенциал в вашей сегодняшней текущей клиентской базе. Первое – это увеличение среднего чека. Это первый момент – необходимо персоналу внедрять речевой скрипт. То есть, знаете, это как на примере Макдональдса. Вот в Макдональдсе, вот когда покупаешь что-либо у кассы, они всегда говорят – пирожок, соус, пирожок, соус. Они не просто так это говорят. Они это говорят, потому что пирожок, соус им приносят миллионы долларов. И это все влияет на средний чек. Поэтому в вашем бизнесе тоже должны быть речевые скрипты. Их должны исполнять персонал. И это вам будет повышать прибыль. Вот я заметил, в многих ресторанах бизнеса персонал не предлагает приобрести десерт. Хотя, казалось бы, пару слов скажи клиенту о том, что у нас сегодня классный чизкейк, свежий. Возьми к себе в чаю. Возьмите к себе в чаю. И это люди будут брать. Лишь по той причине, что им это предложили. Поэтому внедряйте речевой скрипт. Можете установить… То есть, знаете, здесь морковка спереди и морковка сзади. Понятно, за этим нужно контролировать. Второе, вы можете придумать систему мотивации. Например, всему персоналу сказать, вот за проданные десерты, если это ресторанный бизнес, с каждого проданного десерта вам будет премия плюс 20% от проданного десерта. Плюс 10% от каждого проданного десерта. Такие мотивации нужны для того, чтобы ввести эту культуру персоналу, чтобы ему еще интересно было это делать с точки зрения денег. Или можете устроить какой-то конкурс среди персонала, тоже на какое-то вознаграждение, чтобы люди научились повышать средний чек, да продавать что-либо. Второе, помощь вам в диджитал-инструменты можно сделать так, опять-таки гибкая бонусная система нам в помощь, о том, что клиент, например, делает средний чек 800, и ему кассир говорит, ты купи еще вот это на 200 рублей, у тебя будет чек 1000, и мы тебе эти бонусы, вот эти 200 рублей вернем в виде бонусов. То есть ты за этот чек получишь дополнительные бонусы, то есть 800 рублей получаешь обычные бонусы, как есть, а если 1000 чек, вот 1000, то у тебя уже идут доп-бонусы. Это можно сделать с помощью электронных сертификатов, да, то есть каким образом это выглядит. Клиент делает средний чек 1000, ему приходит электронный сертификат на 200 бонусов, которые действуют в течение 5 дней, например. И здесь мы, получается, убиваем трех зайцев. Первое, мы повысили средний чек. Второе, клиент точно придет в течение 5 дней потратить свои бонусы, потому что он их заслужил, он за это потратил больше денег ради этого сертификата. И третье, клиент придет в течение 5 дней, потому что, а это повышает частоту покупок. То есть если клиент посещает раз в месяц вас или раз в неделю, то за счет вот таких сертификатов клиенту можно вот этот срок повторного посещения его сократить, и клиент будет ходить чаще. И вот здесь вот вторая тема, каким образом повышать частоту покупок. Это можно делать таким способом, отправляя клиентам электронный сертификат, который дает бонусы, но на определенный срок жизни. Поздравление с днем рождения хорошо работает на эту тему, а так как у вас есть мобильное приложение, теперь вы будете знать, когда день рождения у клиента. То есть мобильный телефон собирает эту информацию. И понятно, новости и пуш-ведомления всегда подогревать интерес клиента. Идем дальше. Третий, альтернативный способ продажи. Если у вас офлайн-точка, то рассмотрите себе возможность что-либо продавать в онлайне. Например, салоны красоты начали продавать косметику. Фитнес-центры начали делать онлайн-тренировки. Их тоже клиенты покупали. Мы заметили это во время пандемии. У нас клиенты делали такое, и клиенты, предприниматели делали такое, и клиенты приобретали такое. Приобретали онлайн-тренировки, например. Поэтому для себя рассматривайте всегда альтернативный способ распространения вашей услуги. Либо создайте какую-то доп-услугу, доп-товар, который вы можете реализовывать в онлайне. Потому что клиенты, если вас посещают в оффлайне, они к вам лояльны. И, в принципе, не против у вас приобрести что-либо в интернет-магазине. Четвертое – обратная связь. Здесь важный момент, как правильно собирать эту обратную связь. Сразу вам скажу, собирать обратную связь персонал спрашивает у клиентов, как у него дела. Клиентов просят заполнить книгу жалобы и предложений. Клиент должен написать, позвонить по номеру телефона и может поделиться своей обратной связью. Это все не работает. В том числе не работает то, что клиенты оставляют обратную связь в Инстаграме. Это тоже не работает. Слишком малая доля клиентов делится своим мнением в социальных сетях и вообще другими способами еще меньше. Самый нормальный способ собрать обратную связь – это делать как Яндекс.Такси. Клиент сделал покупку, ему приходят пуш-уведомления со звездочками «Оцени обслуживание» и «Оставь комментарий». Клиент ставит, например, допустим, он оставил три звезды. Эта информация вам падает как владельцу или управляющему. Вы перезваниваете клиенту, узнаете, в чем причина, и, соответственно, можете там подарить клиенту бонусы для того, чтобы он к вам вернулся. Вот таким образом можно удерживать клиентов. То есть правильный сбор обратной связи позволяет понимать, как дела в бизнесе. Второе – позволяет возвращать клиента. То есть клиент оставил три звезды, в принципе, он, значит, не готов возвращаться, но если ему перезвонить и сгладить конфликт, то он будет готов к вам вернуться. И третий способ – привлечение новых клиентов. Этих способов довольно много, но я затрону два способа. Первое – это запуск реферальной системы, то есть мотивировать клиентов рекомендовать ваш бизнес и кросс-маркетинг. Каким образом стоит запускать реферальный маркетинг? Первое – понятно, что за это можно давать бонусы. Клиент порекомендовал, получил за это бонус. И его друг получил бонусы, и клиент порекомендовавший получает бонус. Но этого мало. Если вы хотите запускать рекомендации, это целая стратегия. То есть необходимо в Инстаграме записывать видео, вы показываете клиентам, здравствуйте, говорите, наш бизнес можно рекомендовать, как это делать, вот так это делаете. Ваш друг получает скидку, и вы получаете бонусы. То есть записывать вот такие видео, объясняющие людям, как можно вас рекомендовать. И то, что у вас есть такая функция. Второе – запускать конкурсы. Кто больше всех порекомендует в неделю. Третье – постоянно в постах в Инстаграме периодично об этом напоминать, о том, что у вас можно порекомендовать. И следующее – это персонал должен вам тоже, как в качестве речевого скрипта, говорить о том, что ваш бизнес можно рекомендовать вот таким вот образом. И постоянное напоминание клиентам о том, что это можно сделать, и повышает количество рекомендаций. То есть просто дать бонусы и ничего больше с этим не делать – это так не работает. Необходимо этот процесс всегда напоминать и форсировать. Потому что клиенты не рекомендуют вас по той причине, что они просто об этом не задумываются, что это можно сделать. А если вы будете им об этом говорить, то вероятность того, что они сделают, повышается. Второе – кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг мы сделали автоматизированным, и на это есть несколько причин. То есть кросс-маркетинг – это способ привлечения клиента без риска. Почему здесь нет рисков? Например, каким образом это может работать? Я пришел в ресторан, сделал определенный чек, и мне приходят электронные сертификаты со скидкой в салон красоты и со скидкой в автомойке. Ресторану хорошо о том, что он дает дополнительные подарки своему клиенту за то, что клиент у него кушает. А другим бизнесом салона красоты и автомойке хорошо – то, что для них это новые клиенты. Если, например, я владелец автомойки, и ко мне придет клиент и потратит свой сертификат, хорошо, у меня появился новый клиент. Если он не придет и не потратит свой сертификат, ничего страшного, я на это не потратил ни рубля. Я даже не печатал эти сертификаты, потому что они электронные. То есть вот такой вот способ взаимообмена клиентской базы и повышает количество новых клиентов за счет просто кросс-маркетинга, за счет сотрудничества с другими компаниями. Почему сертификаты должны быть электронными? Первое. Бумажные сертификаты клиент теряет, рвет, и все, что с ними происходит. Положил в карман куртки и забыл. Электронные сертификаты всегда о себе напоминают. То есть они, во-первых, более информативны. Ты смотришь, так, срок действия такой-то, какую-то скидку дают. Вот провалился в сертификат, посмотрел адрес компании, где это вообще находится. Все это происходит в мобильном приложении. К тому же электронный сертификат о себе напоминает, он не теряется. И он о себе напоминает о том, что если вдруг остался срок жизни у него 3 дня, он отправляет пуш-выдомления клиенту и говорит, слушай, скоро пропадет сертификат, воспользуйся им. И тем самым клиент повышает вероятность того, что он придет по кросс-маркетингу. Важное правило кросс-маркетинга – работайте с несколькими компаниями одновременно. То есть не делайте партнерство только с одной компанией. Делайте сразу одновременно, например, с тремя компаниями. Потому что так бывает, что кросс-маркетинг с одной компанией не сработал, со второй компанией не работает, а вот с третьей компанией пришли 20 новых клиентов, и это круто. То есть здесь история про большие эксперименты, то есть про несколько экспериментов. То есть надо делать кросс-маркетинг с несколькими компаниями одновременно. И я уже завершаю. Какие же итоги я хотел здесь подвести в этом вебинаре? Первое – повышение прибыли не только за счет привлечения новых клиентов. Если вы повышаете прибыль в бизнесе, делайте это различными путями, различными способами. Второе – внедряйте современные инструменты. Современные инструменты не только дешевле, но еще и эффективнее. То есть вы должны быть с клиентом прямо на одной волне. Клиент пользуется всем современным – смартфонами, приложениями и так далее. Это означает, что ваш бизнес должен с клиентом быть на одной волне и тоже быть в приложении, тоже быть с пуш-ведомлениями и так далее. Отказывайтесь от того, что нельзя измерить. Нельзя измерить, нельзя контролировать. То есть отказывайтесь от той рекламы, которой непонятен выхлоп. Если хотите измерять, нужна CRM-система. CRM-система нужна вообще каждому бизнесу. Вы должны у клиента знать имя, фамилию, дату рождения, когда последний раз ходил и так далее. Рекомендует он вас или не рекомендует, какую обратную связь оставляет и так далее. Только введение социальных сетей Instagram недостаточно для работы с клиентами. Знаете, это такая боль в нашей практике о том, что мы приходим в бизнес, рассказываем о том, что вот смотрите, есть современные инструменты, вот так можно работать с клиентами. И предприниматель нам говорит, слушайте, у меня есть Instagram, у меня там все. Ну, то есть подписчики – это мои клиенты, клиенты оставляют обратную связь в Инстаграме, там, Инстаграм является единственным и самым-самым способом продвижения компании. Это не так. Это неправда. Подписчики – это всего лишь подписчики. Еще и нисколько не значит, что они ваши клиенты. В Инстаграме люди не оставляют обратную связь. Оставляют, но крайне мало этого недостаточно бизнесу для понимания объективной ситуации, что вообще в бизнесе происходит. То есть в Инстаграме огромная конкуренция, используя только один инструмент – Инстаграм. Сегодня Инстаграм есть у любого бизнеса. Если ты используешь Инстаграм, ты один из one-off, такой же, как и другие. Если твой бизнес хочет быть конкурентоспособным, ты должен использовать и другие инструменты. Другие инструменты для продвижения твоей компании, для работы с клиентами. Поэтому одного Инстаграма здесь недостаточно. И мы заметили в своей практике, много участвуем в маркетингах, форумах, на круглых столах, много общаемся с предпринимателями. И мы заметили главный вывод сегодня о том, что сегодня бизнес, его развитие заключается в технологичном развитии. Не с точки зрения, понятно, надо повышать сервис, понятно, надо лучше работать с клиентами, лучше с ним общаться и улыбаться ему. Но это получается только у тех компаний, которые вводят систему автоматизации, потому что система автоматизации позволяет с людьми лучше налаживать контакты. Поэтому сегодня развитие бизнеса именно в технологичном развитии. То есть кто технологически развивается, тот и развивается вообще на рынке. Вы можете заметить, крупные бренды все себе делают мобильные приложения, все себе внедряют новые инструменты. Поэтому вы должны быть, если вы малый бизнес, вы должны быть крупный бизнес, работать с такими же инструментами. Ну и мы здесь завершаем, мы предлагаем комплекс инструментов. То есть не нужно ничего выдумывать, не нужно ничего разрабатывать, все уже давно готово и все довольно доступно. То есть UDS – это инструменты по повышению прибыли бизнеса, которые включают в себя и мобильные приложения, и CRM-система, и так далее. То, что в принципе я вам уже, о чем я вам уже рассказал. Почему именно UDS? Потому что, во-первых, это готовое решение и быстрая установка. То есть вы сразу берете, там не тянете год, полгода, пока вы сделаете свое приложение и так далее, и так далее, которое еще и вероятнее всего, ну, мы часто видим, что оно не запускается. А тут готовое решение, взяли и пользуетесь, да, зачем выдумывать велосипед. Второе. Мобильные приложения, агрегаторы – это очень важный момент. Можете мне не верить слову о том, что вот есть утверждение, то что если малый бизнес или средний бизнес делает себе собственное мобильное приложение, оно не приносит ему толку. Почему? Потому что его не скачивают и быстро удаляют. Потому что клиентам не хочется скачивать приложение одного какого-то ресторана, одного какого-то салона красоты. Он не удерживает это приложение у себя в телефоне. Тем более, например, в салон красоты клиент входит раз в месяц. Он не будет держать приложение ради того, чтобы раз в месяц им воспользоваться. И сегодня выигрывают агрегаторы. Потому что вот UDS – это агрегаторы. Это продукт, в котором вот много различных компаний. То есть клиент скачивает агрегатор. Он, скачивая агрегатор, сразу понимает о том, что это приложение он сможет использовать в некоторых компаниях, в разных компаниях. Что уже дает уверенность скачиванию. Второе – он его использует чаще, потому что он использовал в томойке, в салоне красоты, в ресторане и так далее, и так далее. И что, в принципе, удерживает его внутри приложения. И вот можете даже это проверить, как я уже говорил. Вы можете зайти в Play Market или App Store и посмотреть количество скачиваний у самостоятельных приложений. То есть найти приложение какого-нибудь ресторана, найти приложение какого-нибудь салона красоты. И можете посмотреть количество установок. Оно крайне малое. Потому что люди не готовы скачивать одно какое-то конкретное приложение. Люди готовы скачивать агрегаторы. И вы можете заметить о том, что агрегаторы, они охотнее скачиваются. Там агрегатор, например, Яндекс.Еда, агрегатор Азон. И агрегатор UDS в плане работы с клиентами с точки зрения бонусной программы и так далее. Недорогая бонусная плата. То есть, как я и говорил, раз уж мы подняли тему расходов и оптимизации их, UDS помогает этому, потому что за 2500 рублей все это можно себе установить и с этим работать. Возможно, приобрести профессиональное сопровождение. Важный пункт. Потому что, знаете, здесь как в Инстаграме. В Инстаграме вы можете нанять SMM менеджера, специалиста, который вам сделает Инстаграм так, как нужно. В UDS то же самое. Вы можете нанять себе специалиста по работе с UDS, внедренца UDS, так называемого, который вам сделает все, как надо. Потому что у него есть опыт, он знает уже, как это все работает, он быстро обучит, быстро запустит и настройки унесет те, которые нужно, которые работают. Продукт всегда развивается, обновление каждые две недели, потому что предприниматель, мир диджитал, быстро развивающийся мир, поэтому за ним нужно угоняться, а наши клиенты, они всегда должны получать самые актуальные инструменты, самые новые технологии, поэтому мы каждые две недели выкатываем обновления и всегда выкатываем что-нибудь новенькое, новые инструменты по работе с клиентами. В принципе, у меня на этом все. Большое вам спасибо. Я сейчас запущу ролик и к вам сюда вернусь для ответов на ваши вопросы. Хорошо? Какой ролик я вам запишу? Запущу. Это ролик приглашения на наше ежегодное событие. Называется...